22 января в Москве при полном аншлаге прошел юбилейный концерт Паллада Бюль-Бюль-Аглы. Известному азербайджанскому композитору, певцу, а ныне послу Республики в России, исполняется в этом году 75 лет. Праздничный вечер состоялся в Московском театре мюзикла. Его ведущим выступил давний друг артиста и дипломата Михаил Шведкой. Паллада человек, которого нельзя не любить. И это, я думаю, понимают все. Поэтому он идеальный посол в Российской Федерации. Потому что его любят. На концерте прозвучали классические произведения, написанные самим музыкантом. Народные азербайджанские песни, принесшие всенародную славу отцу именинника Муртузу Бюль-Бюлю. Ну и, конечно, главные хиты. Позвони, как жили мы, борясь, твоя дорога. Поздравить юбиляра пришли его многочисленные друзья, коллеги, почитатели таланта. Паллад родился в прекрасном году, в 45-м. В этом году все человечество будет праздновать победу над фашизмом. И у Паллада этот дух победителя остался на всю жизнь. Он всегда преодолевает все препятствия. Я ему пожелаю того же здоровья, той же свежести голоса, того же оптимизма, исполнения всех желаний. Ну и, конечно, здоровья, кавказского здоровья. Это счастье для азербайджанского народа, что он его представляет здесь, в России. Не потому, что это мой старый товарищ, а просто потому, что люди именно такой культуры, такого ума и такого профессионализма и должны, собственно, быть послами целого государства. Он внес громадный вклад в развитие наших двусторонних отношений, продолжает носить это дело. Он дуаен дипломатического корпуса в Москве, самый старший по возрасту дипломат в Москве. Поэтому уважение, которое к нему испытываем не только мы, но и все остальные, его коллеги по дипломатическому корпусу, говорит само за себя. Поэтому еще раз с днем рождения. Мы остаемся близкими, дружественными друг другу странами. И это то достояние, которое мы ни в коем случае не имеем права утратить. А сам Павел Бельбюль-Аглы сделал для этого, на мой взгляд, больше, чем, наверное, любой другой дипломат, который сейчас работает на ниве двухсторонних отношений. Я называю его чемпионом мира по дружбе. Он, конечно, великий композитор, исполнитель, выдающийся дипломат. И вот тот полный зал, который позади нас, это, с одной стороны, признание его великого таланта, а с другой стороны, уважение москвичей, россиян к нему как дипломату, который очень много сделал для укрепления азербайджанско-российских отношений. Концерт посетили Валентина Матвиенко, спикер Верхней Палаты Парламента, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, сотрудники администрации, президенты и многие-многие другие. Артист приготовил большое количество сюрпризов для гостей вечера, музыкальные премьеры, приглашенные гости, два аккомпанирующих оркестра, джазовый и симфонический. На одной сцене выступили три поколения семьи Бельбюль. Сам виновник торжества его сын Муртуз стоял за дирижерским пультом, а внучка Анечка сыграла на флейте. Трехчасовой концерт пролетел на одном дыхании. Маэстро эстрады и дипломатии, несмотря на свой солидный возраст, много пел, радуя поклонников бодростью, легкостью и чистотой звучания голоса. Было много шуток, теплых слов и море цветов. После праздника, общаясь с прессой, виновник торжества не скрывал эмоций. Вообще большое счастье дожить до 75 лет и в 75 лет дать в столице культурнейшей страны, в культурнейшей столице, в Москве, вот здесь у памятника Пушкина. Дать такой концерт, мне кажется, это большое счастье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!